Забайкальская медиагруппа Президент России Владимир Путин своим указом наградил народного артиста, депутата и общественного деятеля Иосифа Кобзона знаком отличия. 11 сентября Иосифу Кобзону исполнилось 80 лет. Свой день рождения артист отметит сольным концертом, который состоится в Государственном Кремлевском дворце 20 сентября. Власти Забайкальского края попросили у Минэкономсвязи субсидии на обеспечение сотовой связи приграничных поселений в 2018-2020 годах. В настоящее время 32 тысячи жителей в регионе остаются без связи. В июле 2017 года президент России Владимир Путин поручил федеральным органам совместно с региональным правительством решить этот вопрос. Организаторы митингов должны назвать властям не только цели, ради которых они выводят людей на улицу, но и вопросы, являющиеся причинами проведения митинга. Такой законопроект внесло в Госдуму правительство, рассчитывая с его помощью усовершенствовать механизм реализации россиянами конституционного права на свободу собрания. Начальника управления Росгвардии по Забайкальскому краю Алексея Сапожникова перевели на аналогичную должность в Иркутскую область. Вопрос о назначении руководителя управления в Забайкале сейчас рассматривает руководство федерального управления.